Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на свежие подробности о видеокартах RX 6900 и 6700 XT, взглянем как 3060 Ti практически сравнялась с RX 6800 и оценим сотрудничество Asrock и Razer. Ну а перед тем как мы начнем, предлагаю вам присоединиться к бесплатной военно-исторической онлайн игре World of Warships. Имея огромный флот культовых военных кораблей, а также стратегически проработанную окружающую среду, World of Warships обеспечивает непревзойденный игровой опыт военно-морских сражений, который придется по душе даже самым требовательным игрокам. А зарегистрировавшись по моей ссылке вы получите 1500 дублонов, 6,5 млн кредитов, премиумный эсминец Тачибана Лима 2 уровня, 45 дней премиум аккаунта, 5 сигналов каждого типа и 55 камуфляжей ко дню рождения в World of Warships. Все эти бонусы будут начислены только за полную регистрацию аккаунта. Поэтому скорее переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь при помощи электронной почты и покоряйте просторы в World of Warships с приятным бонусом. А я хочу начать ролик с очень приятной новости. Буквально недавно стало известно, что компания SanDisk перестанет существовать. Однако представитель Western Digital сообщил, что это переименование относится только к японскому подразделению компании SanDisk. Сама же компания официально заявила, что бренд SanDisk не будет прекращать свое существование и за пределами Японии брендинг останется прежним. Тем временем компания Apacer анонсировала портативные SSD. Новинками стали накопители AS722 и AS721, которые смогут обеспечить полную сохранность данных даже после падения с высоты чуть больше одного метра. Накопители выполнены на основе флеш-памяти 3D NAND, а для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 3.2 Type-C. Старшая модель AS722 будет относиться к NVMe решениям со скоростью чтения 1000 Мбайт в секунду и объёмом 512 Гбайт или 1 Тбайт. А вот младшая модель AS721 будет работать с интерфейсом SATA и обеспечить до 530 Мбайт на чтение. И давайте взглянем на новые материнские платы ASRock, которые были сделаны в сотрудничестве с Razer. Ими стали модели на чипсетах B550 и X570 под названием Tai Chi Razer Edition. Как и ожидалось, тайваньцы не стали изобретать велосипед и взяли за основу выпущенные ранее модели Tai Chi и наделили их красочной подсветкой. Такие материнские платы из коробки поддерживают систему Razer Chroma RGB, для управления которой можно использовать программу Razer Synapse X3. А вот цены на такие платы пока что неизвестны. И давайте посмотрим на новости из красного лагеря, где один энтузиаст поделился интересными подробностями о грядущих новинках RX 6900 XT и RX 6700 XT. Он опубликовал снимки утилиты Mo Power Tool, откуда стало известно, что 6900 XT имеет предел частоты графического процессора в 3000 МГц. Тогда как у RX 6800 это значение ограничено на уровне 2800 МГц. Это ещё раз подтверждает отбор самых лучших кристаллов для флагманской модели. Также он предоставил скриншоты одной из нереференсных версий RX 6700 XT. И конкретно эта партнёрская модификация имеет максимальную тактовую частоту 2854 МГц, что действительно выше чем у большинства представленных моделей Navi 21. Плюс ко всему он показал потребление видеокарты RX 6700 XT, которая действительно получилась небольшим. Тем временем сама AMD в разговоре с одним каналом заверила, что в ближайшее время карты в исполнении партнёров будут доступны по рекомендованной цене. Они сказали, что лично помогут вендорам достичь рекомендованной розничной цены на RX 6800 XT в размере 649 долларов и ожидают, что это произойдёт в течение ближайших 8 недель. Но не стоит забывать, что речь идёт о заокеанской рознице, а цены в наших магазинах начнут падать ещё через какое-то время. Ещё было бы неплохо, чтоб видеокарты вообще появились в продаже. И давайте посмотрим на новости из зелёного лагеря. Ещё на прошлой неделе официальный твиттер Nvidia напомнил о конкурсе, в рамках которого можно выиграть RTX 3070. Но самое интересное, что у Founders Edition на фото был распаян 8-пиновый разъём питания. Это вызвало у многих мнение, что компания хочет отказаться от нового разъёма, но на это уже отреагировала пресс-служба Nvidia. Она объявила, что у компании нет намерения отказываться от 12-контактного разъёма в моделях Founders Edition, а автор опубликованного рендера допустил ошибку, которая будет исправлена в ближайшее время. Так что новый разъём всё-таки остаётся, и возможно со временем на него перейдут и партнёры зелёного чипмейкера. А уже 2 декабря должна выйти видеокарта RTX 3060 Ti. И перед этим событием целый набор адаптеров от компании Gigabyte попал в руки китайского блогера, который провёл мини-презентацию новинок. Самой младшей моделью стала RTX 3060 Ti Eagle OC с 1-8 пином и двумя вентиляторами. Ей будет характерна частота в 1695 МГц, что является самым низким показателем среди всех моделей Gigabyte с заводским разгоном. Более продвинутым решением станет 3060 Ti Gaming OC уже на три вентилятора и также с одним коннектором в 8 пин. Но чтобы окончательно всех запутать, они также выпустили 3060 Ti Gaming OC Pro, которая уже будет иметь более длинную плату и два разъёма питания на 8 и 6 пин. Такая версия с приставкой Pro имеет тактовую частоту буста в 1770 МГц, что на 105 МГц выше референсных моделей. И самой продвинутой картой станет 3060 Ti Aorus Master. Она также поставляется с тремя вентиляторами, но их диаметр больше, чем у серии Gaming. А центральный пропеллер расположен по шахматной схеме позади крайних двух. Из её особенностей можно отметить буст до 1800 МГц и разъёмы питания на 8 и 6 пин. Но самое интересное, что некоторые пользователи уже делятся фотографиями купленных видеокарт RTX 3060 Ti. Например, один счастливчик смог купить видеокарту в одном из португальских магазинов. Он успешно отдал за модель Gaming OC 526 евро и уже забрал видеокарту. И судя по многочисленным заявлениям зарубежных изданий, он был такой не один. В общем, старты продаж на бумаге уже переросли в покупки до официального анонса. Интересно, что же будет дальше. Тем временем сайт Geekbench уже обновил рейтинг производительности графических ускорителей в среде OpenCL, где более дорогая RX 6800 от AMD оказалась всего на 0,6 % быстрее RTX 3060 Ti. Скорее всего такую разницу можно списать на погрешность и вероятнее всего она изменится вскоре после того, как начнут появляться первые официальные обзоры на новую видеокарту. Кстати, по данным ресурсов видеокардс они должны начаться уже сегодня. И давайте взглянем на очень необычную материнскую плату Gigabyte GA-IMB460N, которая получила типоразмер mini-ITX и имеет на борту интеловский LGA1200. Такая плата позиционируется вендором в качестве универсального решения, которое может послужить основой мини-ПК. Она выполнена на базе чипсета Intel B460 и совместима с процессорами Core 10-го поколения, чей теплопакет не превышает 65 Вт. В ее оснащении присутствует два разъема ноутбучной SO-DIMM и два разъема M.2 для накопителей и беспроводного модуля. А тем временем компания Valve опубликовала данные своей площадки за прошедшую неделю, где предварительные заказы Cyberpunk 2077 вывели игру на первое место. Примечательно, что ролевой боевик находится на первом месте уже второй раз подряд и видимо с приближением релиза ажиотаж вокруг игры только увеличивается. А вот из мира криптовалют прилетела интереснейшая новость. Стоимость одного биткоина уже обновила исторический максимум, который был достигнут около трёх лет назад. Если в декабре 2017 года за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $19783, то в настоящее время цена одного биткоина составляет $19850. Правда о старте новой волны майнинга это не говорит. Доходность на видеокартах подросла совсем чуть-чуть и до сих пор остаётся на низком уровне. И давайте посмотрим на один раритет, который выставили на аукцион. Это полностью рабочий компьютер Apple 1 в комплекте с оригинальной коробкой подписанной соучредителем Apple. Он будет выставлен на аукционе в декабре со стартовой ценой в $50,000. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.